итак добрый день дорогие мои друзья сегодня мы продолжаем тему ткани ткани с рисунком когда они имеют рапорт который напоминаю вам бывает очень маленьким от 0 5 сантиметра до очень большого до полутора сантиметров доходит этот рапорт и мы в прошлый раз поговорили с вами о клеточке о ткани в клеточку как расположить там нужно правильно вытачки боковые швы чтобы ее не разрушать и так далее а сегодня я хочу поговорить о ткани с так называемым принтом то есть когда в нашей ткани есть какие-то крупные яркие пятна и эти пятна повторяются часто редко зависимости от того что есть ткани так вот когда мы приходим в магазин и по цвету и по качеству нам какая-то ткань очень подходит она нам понравилась вы должны эту ткань развернуть развернуть так чтобы было видно ее всю ширину от кромки до кромки и она сделать это на столе просмотреть внимательно на рисуночек находим величину повторяющегося рисунка по вдоль по длине вдоль кромки находим величину повторяющегося рисунка по ширине вдоль среза определяем длину своего изделия от плечей до линии низа плюс 7 сантиметров это наши припуски и пытаемся представить как это будет выглядеть на ткани вот это наше тело и на теле отвечаем себе на вопрос куда попадут самые яркие пятна сделают ли они нашу фигурку стройнее вспоминайте предыдущую тему да подходит ли цвета тот цвет ткани который предполагается у лица к вашему лицу что будет вверху у ножек что будет у вашего лица понимаете в идеале цвет ткани который бывает который будет располагаться у лица хотя бы частично должен присутствовать в радужке ваших глаз совпадают ли цветовые пятна если мы перевернем ткань пополам то есть что это такое часто бывает рисуночек который идет поперек он бывает не центрованный то есть в идеале если вы по самому яркому пятну перегнете свой рисуночек так как как обычно мы краем совмещая кромки свою ткань вернее да совмещая кромки перегиб перегибаем ткань вот это яркое пятно оно должно быть в серединке вашего сгиба потому что помним из предыдущего занятия что перегибать мы должны строго по серединке рапорта а два других ярких пятна они при этом должны совпадать какие-то замки какие-то цветы какие-то облака или какая-то другая геометрия вот это в идеале но так сожалению бывает не всегда бывает так что когда перегибаешь ткань посередине яркого пятна предполагая что это и есть серединка рапорта то она становится у нас уже так вот вернемся к этому если нет придется кроить изделие из более узкой ширины ткани войдем либо в одну в одну длину если нет то придется покупать две не забываем про рукава делаем добавляем их длину к расходу нашей ткани и так вы купили ткань принесли ее в магазин и начинаете на ней раскладывать свои выкройки сегодня сейчас мы просто разберем определенные примеры на которых вам будет понятно и кто куда я клоню о чем идет речь расскажу историю жизни например была вот примерно такая то у меня ткань это одна из учениц которая не доверяла еще сама себе и попросила сшить чтобы ей сшила жакетик из этой ткани другая моя ученица была у меня очень талантливая девочка звали ее настенька чертежи у нее были уникальные феноменальные она чертила их один в один как я то есть все понимала каждую мелочь учитывала была очень талантливым таким человеком и шила она очень прилично и хорошо я передала этот заказ насти но согласование конечно с этой хозяйкой да что делает моя настенька был у нее надо сказать один такой недостаток но зато такой существенный она любую работу начинала делать самый последний момент то есть не приступала к ней заранее как-то не распределяла время а в самый последний момент и вот нам уже надо делать примерку буквально за несколько часов до примерки она мне пишет галина леонидовна у меня не входит в ее ткань значит вот это вот эта выкройка я одну смещая как-нибудь там смотри ну что человек придет или отменять надо получается да получилось вроде ладно прибежала и вот когда мы одели на нашу клиентку вот это скроеная вещь вот эти цветочки яркие которые вы видите здесь темненькие да такие они относительно жакет был на застежке они относительно вот этой серединке этой застежки оказались на разном уровне то есть что надо было насти делать она попыхах не разглядела что да ткань вроде бы пестренькая их не так уж и видно но когда вы это все видите конкретно на теле то что было незаметно в ткани она начинает играть она начинает обращать на себя внимание и то что вот эти цветочки оказались немножко на разном уровне с левой стороны полочки и с правой стороны полочки но на самом деле бросалось глаза кто бы может быть это не заметил а наша клиентка сразу на это обратила наше внимание было конечно неловко как-то я потом выкрутилась из этого положения не помню уже как но вот такие истории в жизни бывают то есть этот пример о том что если на ткани не выражен ярко рисунок вы его как бы не замечаете она вам кажется просто пестренькая да все равно вы должны просмотреть его внимательно и обратить внимание на то чтобы вы точно также его центровали выбирали серединку переда или серединку спинки по ярким по самым ярким цветовым пятнам вот здесь вот по каким-то цветочкам то есть по серединке рапорта вот об этом история следующая история здесь вот я показываю вам какие бывают принты посмотрите какой принта с левой стороны платится на мой взгляд достаточно удачная потому что на общем однотонном фоне вы видите яркие пятна в виде белых ромашечек и они расположены еще таким образом что более широкий рисуночек находится внизу более узкий рисуночек находится вверху и получается что у вас гармонично выстраивается по пятнам и также рисуночки у вас расположились на рукавчике может быть там я бы сделала однотонную скажем уже ткань потому что этой немножечко уже перебор да а вот с правой стороны рисуночек это тоже плитованные рисунки посмотрите на мой взгляд сделано очень неудачно очень разбросаны пятна середина талии низ изделия по бокам низ рукава черный какой-то поворотнику вот по горловине сделана вот эта история на мой взгляд это не самое удачное решение такого такой ткани покупать такую ткань например я я бы не стала потому что ну нелогично это все кому это идет очень высоким худеньким и длинненьким да и то когда вот вы кидаете взгляд и видите вот эту вот эклектику вот этот вот перебор цвета 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 всякого разного то я считаю что это не самое удачное и не самое разумное решение еще один пример посмотрите с левой стороны вот с левой стороны я считаю уже более менее удачное решение то есть как бы здесь есть ритм когда черное поле внизу потом дальше реже реже рисуночка становится и к талии он уже совсем беленький вот такой но опять здесь для меня не очень понятно почему талия начинаются с черного цвета потому что вы фигурку разделили на два квадратика верхний квадратик нижний квадратик и по цвету очень видно насколько они яркие как они контрастируют и как они отличаются друг от друга понимаете я бы так делать не стала тоненьким худеньким стройным высоким опять же это пойдет но всем остальным обычным женщинам она и будет просто полнить горизонтальный яркий акцент в обувь в виде черной полосы у лифа да он будет вас немножко расширять в то же время давайте посмотрим на брючный костюм справа ну что тоже яркий пример вот такой ткани с принтом да здесь уже хорошо решается на мой взгляд лифт блузка то есть яркое черное пятно на спокойном таком черном фоне а вот брючки такие я бы например делать не решилась я бы лучше дополнила вот такую вот блузу с таким ярким принтом пасть по центру с однотонными рукавчиками я бы дополнила это все да я бы дополнила это все черными однотонными брючками и тогда это получилось бы у нас хорошо а так как сейчас я считаю это решение не самое лучшее на этом кадре на мой взгляд удачным решением по цветовому решению является первое платьице непонятно только почему на девочки надеты черненькие туфельки да хотя никакого черного цвета на платье нет но по крайней мере вот эта масса она расположена внизу и вверх достаточно спокойно однотонный он как бы определенным образом уравновешивает вот это все и становится более логично с другой стороны серединка серединка средний рисуночек тоже на мой взгляд довольно удачное решение может быть вы скажете что яркие пятна должны были быть в центре а более светлые должны были быть по бокам да я тоже склоняюсь к этому но по крайней мере здесь у нас ярко выведена вертикальная линия с горловинки до линии низа она вся серенькая воспринимается очень правильно центрованный вот такой вот рисуночек и хорошо сделаны поддержаны вот эти рукавчики на мой взгляд вертикальная линия есть гармония есть и каким-то полненьким дамочкам нашим до полненьким девочкам это тоже тоже подойдет но про худеньких говорить нечего посмотрим на третье платьице здесь на этой картинке справа вот здесь уже на мой взгляд решение не самое удачное да тоже рисунок центрованный особенно на юбочке видно вот эту центральную вертикальную до линию что он симметричный слева и справа одинаково все хорошо но вверх уже пошла какая-то асимметрия что-то тут сбилось появилась какая-то темная полоса в линии талии да еще светлый пояс на это все прицепили и получается посмотрите на два квадратика разделили свою фигурку опять горизонтальная темная полоса в области талии бедер чуть выше бедер да она будет нас расширять и поэтому на обычного человека я бы такую историю не посоветовала следующий наш кадр представляет представлен в виде вот трех таких моделей и первая слева из них это моя самая любимая модель вот посмотрите на нее внимательно давайте чуть больше про нее поговорим как здесь по пятнышкам разумно расположены вот эти наши принты посмотрите как внизу вот такое яркое пятно серединка вся темненькая она соединяется с таким же темненьким лифом и вы видите что вытянутый прямоугольник и опять в поддержку низа у вас вверху идет вот такой вот принт ярко выраженный да и получается гармония на самом деле мало того что за счет длины вот это платье будет вытягивать создается вытянутый прямоугольник даже если нижняя часть принта была бы не такой массивной не такой большой все равно это получилось бы очень красиво потому что вся серединка она спокойная она темненькая здесь нет нет никакой эклектики здесь нет никакого перебора здесь нет абсолютно ничего лишнего и посмотрите как хорошо это воспринимается и подойдет абсолютно на любую фигурку не обязательно делать приталивание какое-то можно сделать полу прилегающий силуэт но это всегда будет разумно это всегда будет гармонично это украсит хоть кого и худенькую и средненькую и не очень худенькую девушку поговорим о средней модельки что здесь но здесь мне понравилось то что есть много однотонной ткани это рукавчики это юбочка нижняя часть и что наш принт расположен вот так вот по диагональке на мой взгляд здесь он широковат вот эта диагональ она достаточно громоздко выглядит да но если бы она была поуже вот эта диагональ к любую фигурку вот это косое вот такое вот расположение акцента вот такого она бы тоже немножко ширину ее сократила то есть оптические иллюзии работают так что расположение яркого пятна по диагонали по какой-то косой линии в косом наклоном направлении она оптически делает нас уже и работает тоже на плюс а вот третий рисуночек но такая простенькая девочка у нас да по идее сделано тоже все правильно серединка темненькая да получается и поддерживается верх вот этим и низ разными яркими цветовыми пятнами но на мой взгляд здесь лишним является вот этот вот поясочек потому что он все разрушил если вперед в первом случае никакого акцента по талии нет нет горизонтального акцента то во втором случае вот это платьице подойдет только тоненьким худеньким обладательницам очень узенькой талии и тогда это будет хорошо всем остальным это будет конечно не очень но цветовые пятна здесь расположены достаточно грамотно очень хорошее решение представлена вот на этих трех барышнях да посмотрите когда вы вот этот принт располагаете вертикально сверху вниз одна половинка светлее другая половинка темнее или по центру да все равно как я бы не сказала что удачно светлые платьице решение являются да для скорректировки фигурки для уменьшения объемов но черненькая точно удачная например платьице да потому что цветовые пятна они образуют вертикальную яркую оптическую линию вертикальная линия есть человек становится выше объемы уходят ширина становится незаметной для того чтобы ширина была человека меньше мы всячески избегаем горизонтальных линий особенно ярких цветовых пятен в области талии которые режут фигурку и делят ее пополам очень удачное решение во всех трех платьицах даже говорить больше ничего не буду вот посмотрите на них запомните если захотите работать с чем-то то старайтесь сделать это примерно так же очень удачное решение мы можем наблюдать вот в этих примерах посмотрите как полненькая черненькая платьице до полненькая фигурка достаточно и наши яркие пятна они в левом нижнем уголочке расположены есть диагональ есть вот эта вот история нет горизонтальных ярких акцентов очень хорошо аналогичный пример на средних вот таких вот наших платьицах и немножечко посмотрите на правое крайнее здесь очень хорошо расположена центрованный вот этот вот рисуночек получается да то есть мы чок четкая симметрия в левое правая половиночка одинаковые и в общем-то расположена достаточно хорошо но и в данном случае здесь один принт всего-навсего один принт один рисуночек один рапорт использован и четкие вот такие акценты по линии низа черненькие по линии рукавчиков я считаю очень уместными и очень благополучными то есть вот такое решение тоже очень очень хорошо будет если фигурка не очень крупная и так те выводы которые нам предстоит сделать по результатам вот этих наших последних двух уроков когда мы идем с вами в магазин за тканью мы должны предварительно очень хорошо подготовиться мы должны знать свои мерочки длину и примерный хотя бы расход ткани знаем какой цвет нам идет больше всего он присутствует всегда в радужке наших глаз цвете волос в оттенках кожи если ткань не однотонная и цвет нам родной рассматриваем ее внимательно на столе и определяем наличие и личину рапорта сантиметровой ленточкой прикидываем где будет у нас полочка где будет спинка где будет рукав где будут яркие пятна где будет вверх где будет низ и что у нас у лица когда это все нас устраивает тогда мы спокойно покупаем ткань ну и напоследок давайте поймем как посчитать нам расход ткани примерный расход ткани это расход самый минимальный потому что вы кто замечаю кто за мной наблюдает он знает как я раскладываю лекала как нужно раскроить наши изделия разложить их на ткани где у нас получаются крупные детали где мелкие полочка спинка обычно лежит рядышком выше лежит рукав и тоже ткань что остается справа от рукавчика она у нас работает как подрезка ткани для воротничков для манжетиков и для всего остального так вот для расхода ткани для расчета расхода ткани у вас есть ваши мерочки первое вы складываете длину до талии по переду плюс длина изделия которая мерится от талии вниз юбочка наша до прибавляете 7 сантиметров на припуски это два вверх на плечики и 5 сантиметров вниз на обработку низа затем если есть рукав прибавляете длину рукава и плюс 9 сантиметров тоже на припуски плюс прибавочка в длине рукава это в том случае если ваши бедра такие что вы проходите простите в одну ширину если вы в одну ширину не проходите тогда вам нужно две длинные ткани как их посчитать дтп плюс длина изделия плюс 7 все это вместе надо умножить на 2 и тогда уже рукавчики могут у вас получиться сбоку если по каким-то причинам по пятнам это вас не устраивает по цвету по рисунку тогда вы добавляете еще длину своего рукавчика вот на этом разрешите мои хорошие на сегодня наш урок закончить подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всегда ваша галина коломейка до новых встреч